Жители центральных районов столицы, татарки и подола продолжают страдать из-за ужасных запахов. Причина строительства на одном из участков городского коллектора. Работы из года в год затягиваются. На этот раз сдать объект обещают до конца 2017-го, но гарантии нет. Почему? Далее в материале. Уже несколько лет ужасные запахи не дают им спокойно жить. Хоть в противогазах ходи, жалуются местные жители. Когда ветер дует в нашу сторону, вот тогда окна открываем, потому что надо же проветривать. Но если долго дышать, то, конечно, это ужасно. Причина, по утверждению местных жителей, в строительстве нового городского коллектора и камеры гашения его предшественника. Выбросы оттуда идут прямо в атмосферу. На участке кипят работы. О сроках сдачи предпочитают не говорить. Стали засыпаться. И все. Все вопросы к водоканалу. Здесь дирекция водоканала. Уже один отрезок сдан, говорят заказчики строительства Киев-водоканал. В начале ноября закончат следующий. Первая черта закончена. Сейчас мы как раз ждем за участью мэра открытия второй черты. А все работы до конца года. Строительство этого коллектора началось в далеком 94-м. Завершить планировали к Евро-2012. Однако из-за отсутствия финансирования стройка после футбольного чемпионата остановилась. Лишь два года назад работы возобновили. Возможно, причина зловоний в технологических нарушениях, предполагают жители, или коррупционной составляющей. В столичной прокуратуре говорят, готовы это проверить. Но прежде всего за жителей должны вступиться власти. Если в заявках будут меститься ознаки криминального правопорушения, то прокурор внесет соответствующую информацию к единого регистратора судового расследования. Если будет идти о порушения экологических норм или других вопросов, то прокуратура будет скеровать эти заявления к компетентным органам. Проблема лежит в площади контролирующих органов, которые должны выехать на место, зафиксировать эти порушения. Мы обратились к контролерам. И вот интересный поворот. Оказалось, артстройконтроль, который и выдает разрешение на работы, о новом коллекторе ни сном, ни духом. Мол, добро не давали, да и сам объект не проверяли. Так, по крайней мере, написали в ответе на наш запрос. Однако работы, вопреки всему, продолжаются, а вот сроки сдачи все время оттягивают. Денег нет. Денег на что? На материалы нет. До нового года это, если закончим, это будет хорошо. На следующий год в бюджет не заложено финансирование по коллектору. То есть часть запустится в магистраль. То есть центральная ветка, все подводящие, то есть пока под вопросом. Сначала стройку грозились закончить в первом полугодии 2017-го. Потом в сентябре, октябре и сейчас заговорили о конце года. Отвечая на наш запрос относительно сроков, в Киевводоканале теперь обещают к концу ноября злово не исчезнуть. И убеждают, все идет по плану. На 2 ноября здесь планируют торжественное открытие одного из участков коллектора. Будет ли оно или это очередное обещание, мы обязательно проверим. Александр Котов, Дмитрий Шилин. Подробности телеканал Интер.